ну-с подведем неутешительные итоги это с обеда и до 7 часов часов 7 шарахались по лесу один гриб только нормальный и так воскресенье 3 сентября дедушка хулио замаялся сидеть дома в такую хорошую погоду и решил пойти за грибами конкретно так погулять по окрестным сопочкам вот первая сопочка недалеко еще от города ни одного грибочка даже самого маленького не сказать что тут прям уж много народу прошло сопочка такая неприметная раньше тут подберезовики были в это время в начале сентября и подосиновики не подосиновиков не было подберезовики были они березы стоят ну что ж это немного разочаровывает но пойдем подальше посмотрим может ближе к морю повылазили грибочки потому что вспышка грибов было буквально две недели назад белые полезли в тайге мы были неделю назад там тоже грибов полно было возможно и тут что-нибудь будет под городом всем привет начинаем наш грибной поход зашло величайшее разоблачение века жара такая дедушка хулио разоблачился будем короче загорать это в городе ветерок был думал на сопочке ветерок смотрите что я вижу вон там красное видно нет фига на фотоаппарате не видно вроде видно по моему это калина который мне так не доставала всю зиму как люблю чай с калиной кисленький посмотрел тут свыше головы трава до туда дойти я свои последние селенки тут оставлю поэтому не пойду я за калиной дальше за грибами ну нашел уже одну поганку это внушает доверие значит грибы должны быть до самого моря дойдем или до речки хотя бы а там уже конкретное разоблачение произведем и с голой жопой запрыгнем в воду сегодня по-любому надо искупаться в море или в речке жара неимоверная пока еще стоит в приморье начнем пожалуй с этого леса лес такой солидный весь его вытоптать не могли что-нибудь по-любому и мне оставили и вон там за ним впереди 3-4 километрах находится море до моря на мы сегодня не дойдем будем шарахаться исключительно по лесам и купаться в речушках море сейчас жара и не ухода туда идти все вперед товарищи вот первое что-то похожее на приличный грибок как мы в том году выяснили они вполне съедобные и кто-то их перечными грибами называет и всякое такое прочее нормальные грибочки черненькие когда отваришь такие идиот возьмем для начала видишь еще что-нибудь к нему будет какая сыроежка свинялка приличненькая только гнилые повстречались одна рядовка встретилась тоже гнилая ну это что-то шляпка сильно темная что-то подозрительно не буду брать вот опять рядовки но довольно старые уже такие что брать их не хочется те самое время рядовок в принципе это все благодаря дождям бесконечным в этом августе погнили грибы довольно быстро вот тут парочку рядовок пожалуй что можно и взять эти две более-менее приличные вполне пойдет уже не успели сгнить ну что ж сначала положено три грибочка уже в корзинке хожу уже целый час и порядок вот еще олень и рожки он же коралловый гриб что-то не с каким-то синеватым мертвичинским оттенком с таким что не очень они мне то самое не буду такие брать хотя вон вроде поприличнее они такие же какие-то усохшие они найдут целой коралловой грядой под водой вот реально приличные рожки и жирные никакого синюшного оттенка чисто вкусненькие съедобные деликатесные коралловый гриб по-научному называется ну вот ни белых ни абабков не видать и это грустно обожаю гулять по лесным тропинкам особенно по сухим а не как там в тайге по которым река течет но с грибами конечно не густо что-то в этом районе сейчас пойдем в другой лес а по дороге пройдусь по вон тому ручейку который внизу там течет поищем на бревнах может повылазили уже вешанки вешонки они же медвежьи ушки посмотрим ну вода в ручейке еще пока довольно мутная хотя дождей уже 2-3 дня не было могла бы уже и очиститься обычно с этой речки пить можно но сейчас пока я бы не рекомендовал воды еще достаточно много сопок стекает потихоньку хотя наверху сопки сухие стоят все грибы высохли уже но освежающая водичка освежающая я помылся немножко физиономию сполоснул но заныривать не стал но заныривать пока не стал еще не сильно пропотел сейчас на обратном пути наверное искупаюсь сейчас пойдем по этой речке вниз по течению рассматривая каждую маломальски интересную бревнину на бревнах тут могут расти медвежьи ушки вкуснейшие грибы которые можно и жарить и солить и все что угодно вот тут прошлым летом мужики прокладывали вот эту лэп новую линию электропередач у них тут и трактора были и экскаваторы но что трудно было взять пару раз копануть вот эту речку посередине чтобы сделать купалку для дедушки хулио хотя бы по пояс тут вот ямка есть вот глубина сколько по колено по колено уже неплохо по колено тоже можно погрузиться если лежа с головкой тут наверное и будем купаться если там еще интереснее ямки не найдем но по хорошему вот прям тут вот на этом месте можно было раз-два копнуть экскаватором и дедушка хулио с благодарностью бы купался здесь на обратном пути с моря да и другой народ бы сюда бегал из города хотя далековато конечно сюда из города бегать ну как они сами тут вообще я не знаю не догадались тут жара стояла прошлым летом такая что могли бы тоже себе сделать купалку недогадливые дебилы наверное о дожились волки вблизи города волчьи следы крупные моя нога сорок третьего размера а тут он какой-то старый детский ботинок и волчьи следы делаем страшный вывод незатейливо тут сожрали ребенка злые волки а может просто дети гуляли с собакой да тоже вариант вот тоже неплохая заводь тоже не глубокая по колено глубина примерно замерил но тоже можно поваляться но рыбы как не было много лет так и нет хотя речка тут недалеко впадает в море но по дороге там лежит пионерский лагерь до лагеря почему-то рыба есть а после пионерлагеря уже рыбы нету походу голодные работники съедают всю рыбу вот сейчас я по этой речке вдоль вот этой сопки спущусь вниз как раз до конца этой сопки а потом на обратном пути а не там еще одну сопочку надо посмотреть ну назад буду по верху вот этой сопки наверно возвращаться так думаю посмотрим там грибы ну иду смотрю ягоды валяются красные верный признак верный признак что где-то что-то растет вон они вон они почему-то почему-то там калина зеленая а вон еще кстати кустик а здесь красная откуда красная сыпалась ой неохота забираться на такой выше моего роста пойду дальше что что тут у нас нифига не пахнет ягода калина или ягода рябина я их все время все время их путаю это и другое неплохо но как видим еще сыроватые ягодки но место надо запомнить так это где я где сопка начинается небольшой там он где-то первый второй брод короче где-то там там пошла вторая сопка блин я по ней хотел пройтись сегодня что-то посмотрел время время уже пять часов даже больше еще один куст тоже еще пока незрелый калина все-таки да не рябина ягодку одну кущим Горькая какая. Ладно, может выберемся сюда через месяц. Вон виноград, только без ягод. Так, короче, сейчас я заберусь на вот эту сопку и пойду по ней домой потихоньку. Надо до темноты вернуться, то у меня собака одна там тоскует. Вторая гуляет с утра до вечера на улице. Боже ж, Боже ж, Боже ж, Будда милостливый. Как же ж я заебался, поднялся-то метров на двадцать всего, а уже выдохся. Да, есть доноры крови, да, интересно, доноров сала или жира нету? Я б пошел, пусть меня научат, как говорил Маяковский. Я бы в доноры пошел, пусть меня научат. В хера себе кто-то сшибается. Слышно? Он кусты ломает вон там. Кто тут может быть? Фазаны? Может лиса, да, тут лисы иногда встречаются для медведя не очень громко. Да, короче, надо искать, кому сало надо. Я бы свое бы кому-нибудь слил бы. Жирное сало, вкусное. Ой, бля, ладно, надо двигать дальше. Но зато в награду за мои мучения наконец-то начали попадаться приличные грибочки. Вот, смотри, например, этот. Ну какой, немножко червивый. И такой еще один темный злодейский гриб попался. Красавчик, красавочный. Это тоже темный тут, из подозрительных. Я говорю, я ел их в том году, вроде не траванулся. Нормальный вроде грибок. Хоть многие его и обзывают, он каким-то перечным или еще каким-то. Он даже и не горький даже. Нормально так поперло, поперло, поперло. А бабок. Чистой воды, а бабок. Еще один, похоже, а бабок. Да, все хорошие. Крупный, не червивый. Сыроежка крепенькая даже попалась. Тоже возьмем. Сыроежка погрызенная ежиками и мышками. Но хорошая. Ну все. Мы с грибами. На Новый год будет. С чем картошечку пожарить. Вон кесарев гриб стоит. Маленький. Я их брать не буду, не люблю я кесаревые грибы. Кто там гавкает? Масанек, зацени. Мы неделю назад с тобой в тайге копали элюторокок. Да? Там один корень выдернули. Вот у нас за американской деревней на сопочке. Вот. Эти палки. Это все. Это элюторокок. Вот целая поляна тут его. Этого колючего элеутерокока целебного. Ой, не буду я через него прорываться. Пойду другой дорогой. Вон там вон американская деревня. Тут на сопочке по над речкой он растет. Если ты еще захочешь, смотаемся сюда, накопаем тебе. Тут его сколько влезет. О, блин. Выбрался наконец-то. Из колючих зарослей малины и элеутерокока. В шортах, блин. Ходить по таким зарослям, то еще удовольствие. Все. Сейчас я куда-нибудь занырну. Пока солнышко стоит. Шесть часов вечера. Надо шлепать домой быстрее. Водолазы ищут клады. Давай. Водолазы ищут клады. Водолазы ищут клады. Вон оттуда откуда-то машина тарахтит. Походу в речке или в болоте застряла. Нехуй тут кататься, пешком ходить надо. Круто, круто. Оставлю, пожалуй, свои пролетарские труселя здесь сушиться. В следующем году зайду заберу, положить некуда. Надеюсь, не стырят за год в тайге-то. Хотя, если медведю трусы понадобятся, стырят. Медведи они такие. Так, ладно, пошел я быстренько до дому. Вот кто тут попался. Шишка гриб. В этом году в начале лета мы с Виталиком их уже собирали в районе. Говорят, краснокнижный, но не очень вкусный. Какой только херни в красную книгу не позаносили. В этом году их больше, чем сыроежек, наверное, было, вот этих шишка грибов. Что ему делать в красной книге, только дурачки знают, которые их туда заносят. Штрафы бабушкам выписывают. Мудачье, сука, хуево. Закон с 1 октября, говорят, ступит. Блядский, что грибы собирать нельзя. Но мы до этого времени уже и сожрать его успеем. Ну-с, подведем неутешительные итоги с обеда и до 7 часов. Часов-часов 7 мы шарахались по лесу. Один гриб только нормальный более-менее попался. А в основном оленьи рожки и довольно старенькие, как они называются, вот эти, не вешенки, а рядовки. Фиолетовая рядовка, по-моему, называется правильно. Вот. Зато погуляли на славу. Жиру сбросили чуть-чуть. Ой, блин. Последний рывок. Градусов 60. Подъем. Сейчас я на нем и сдохну. До завтрашнего утра подыматься буду. Ну ладно. Всем привет. Снимал дедушка Хулио. Снимал дедушка Хулио. Красота. Да. Лошади гуляют. Редактор субтитров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Nah и Сухи. Продолжение следует...